Эй, ребята, всем привет! Меня зовут Энди Муха на моем канале, и сегодня мы с вами наконец-то поиграем в Teardown, не просто тест производительности, а уже в полноценную бета-версию, где мы сможем прям ходить, бродить, грабить, разрушать. Есть режим кампании, в рамках которого нам и придется грабить, планировать свое ограбление, а потом смываться с места преступления. Часть 1. Прогулка домой. Не обманулись, смотри, вот я что, на складе живу, походу? Куда ведет игра, туда иду. Написано прогулка домой, и вот я... О, я живу почему-то на складе, видимо дела у меня совсем плохи. Так вот, как я говорил, здесь нам нужно будет... Здесь все абсолютно разрушается. Вы можете поверить? Вот этот ящик, если бы у меня был... А он уже разрушился, мне даже не понадобилось. Я могу его ударить? Нет, я могу зайти внутрь ящика? Ты серьезно? Я внутри ящика, я спрятался. Чувствительность мышки такая, что просто можно охренеть. Давай вместе с тобой это поправим. Вот! Чувствительность поменьше. Давай поменьше, потому что это вообще, это безумие сейчас. О, полегче? Нифига не полегче. Чувствительность мышки сумасшедшая. Чувак, сразу начнешь играть? Исправляй. Ну, более-менее, более-менее. Хорошо. Пойдем все-таки домой. Чувствительность слишком сильная, безумная, я бы сказал. Но когда нас это останавливало? Мы не в таких передрядах с тобой бывали. Помнишь? Помнишь, амнезию только закончили? Там пиздец какой был. А здесь, боже мой, здесь просто грабить. Что здесь такого страшного? Что там было написано поднять, короче говоря? Ух ты! Это пена! Слушай, какая физика невероятная! Ты посмотри! Нажать переключатель. Ой, поднимите инструменты! Куда я поехал уже наверх? Инструменты нифига не поднял. Так, замените пробку, чтобы включить электричество. Ху-ху! Я, наверное, могу разрушить эту фигню, но я тогда не поднимусь наверх, правильно? Чувствительность меня убивает. Ладно, я буду игнорировать этот момент. Эй! Все же должно разрушаться. Видимо, в целях того, чтобы я сразу не разрушил свой дом. Потому что разработчик догадывается, играет дебил. Он сейчас свой дом нафиг разрушит. Где он будет жить? Поэтому запретили рушить свой дом. Хорошо. Но вот стену тоже нельзя разрушить. Я прям расстроен. Так, где мне нужно заменить эту пробку? Выбила пробки у меня в доме. И мне нужно ее заменить. Видимо, нужно для этого выйти на улицу. Выйдем вместе с тобой. Ты согласен? Давай, пойдем посмотрим. Графика хоть вся и квадратная, но, согласись, смотрится очень прикольно. Так, здесь где-то пробка должна быть. Дерево заросло. Оно мне мешало. Мешало? Так-то я не против деревьев. Фонарик. Красиво. Теперь все, я починил электричество. Идите внутрь и проверьте сообщение. Хорошо. Почему я с кувалдой пойду? Я не знаю. А вдруг на меня кто-то нападет? А я его с баллончика. Это спрей. Я могу рисовать им, по всей видимости. Да, смотри-ка, могу рисовать. А ну вот так вот, если я нарисую, догадаешься, что это значит? Что? Что? Нифига не понял? Напиши в комментариях, что я там написал. Я сам не понял. Меняю я, кстати, инвентарь свой на 1, 2, 3. Если тебе вдруг интересно. Мало ли тебе интересно. Итак, управление компьютером. Посмотрим. Трейси. Счет за газ. Ё-моё! Только что счет за газ, короче говоря, принесли. Честно, я не уверен, что мы можем позволить себе в этом месте заплатить за газ. У тебя вообще поступают какие-то сообщения по работе. Вообще, честно тебе скажу, что мы сейчас должны любую работу принимать. Будь креативным, выбирай любую работу. Проблемы со старым зданием. Только что вот что, смотри, пришло. Звучит, как можно здесь поживиться немножко. А нам эти деньги нужны. Ну что, согласен? Итак, наша миссия. Добрый вечер. Меня зовут Гордон Ву. Я управляющий в каком-то очень торговом центре. У меня небольшая проблема со старым зданием. Оно... Растения блокируют его. И мы не можем построить новое крыло. Мне надо, чтобы кто-то снес нахрен дерево, я так понимаю. Итак, мне нужно, чтобы ты до завтра это сделан. И я заплачу больше, чем стандартная такса за такую работу. Быстрее выполнишь, быстрее получишь. В рабочие часы... Да, в общем, короче, молодец. Ну что, сможешь это сделать? Да, я смогу это сделать. Играем миссию. Вот таким образом мы получаем миссии в этой игре. Ты можешь себе представить? А я-то думал, это чисто будет песочница, где будет очень скучно. И мы не будем знать, что же нам делать. И будем постоянно скучать. Но нет. Это место. Я пришел. Так. 6,3. Слишком высоко. Так, мне надо деревья срубить или... Ух ты, ух ты, ух ты, сейчас меня завалит. Капец. Колобок катится. Ладно, ладно, с дороги. А то есть меня реально завалит. Так, слишком высоко. То есть мне надо забраться наверх. Propane tank explode when thrown. Бочки, короче говоря, с этим... С пропаном взрываются, если их бросить. А что, мне в дом бросить ее? Ёлки-палки! Мне было больно, я так думаю. Так, и задание. Старый хаос. Старый дом. Нужно... Demolish this for... А, мне нужно снести этот дом. Все понятно. Это я нажал на табуляцию, если тебе интересно, как я это сделал. Короче, мне надо полностью снести дом. А что здесь внутри? А я затушить могу то, что разжег? Слушай, как это смотрится классно. Обнетушитель бесконечный. И я все потушил. Ха-ха-ха! Классно, нафига я потушил? Мне же нужно разбить этот дом. Берем еще один пропан. Отойду на этот раз подальше. Я сейчас по углам, короче говоря, его снесу. В общем, основная цель в этой игре, по-моему, будет грабить. Ну, в общем, вы уже поняли. У нас проблемы с деньгами, короче говоря. И я буду браться потихонечку за любую работу. Начну вот с такой работы. Домики там посносить. Но потом буду браться за все, что угодно. Эй, у меня заканчиваются баллоны. А я так ничего особо не разнес. Окей, дом пока состоит. Это прикольно. Как он стоит? Вот за этой подпорочкой, что ли? Не, продолжает стоять. Хорошо с этой стороны. Это уникально. Вот так бы строили у нас. Так бы строили у нас в стране. И было бы много старых домов. Все уже горит, но ничего не падает. Все за счет вот этой трубы. Она несущая. Это труба камина. Используйте огнетушитель, чтобы потушить пожар. Говорится мне, ну зачем? Дом буквально висит в воздухе уже, но не падает. Так, что-то с этим домом явно не так. У нас летающий дом. Это, конечно, это красиво. Но я не могу при этом выполнить свою миссию, как бы. Я сейчас, что, мне угнать трактор, может быть? Я могу это сделать? Нифига себе! Нифига себе! Вот так сразу? Так, лопата. Опустить могу. Это прикол, но при этом дом до сих пор не снесся. Неужели все дело в этой чертовой трубе, которая слишком высокая? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Я сейчас с этой стороны подъеду к ней. Есть! Вот это я вандал, честно тебе скажу. Ой, быстрее выезжаем отсюда, выезжаем. Я сейчас сгорю. Ну, по-моему, я снес дом. Говорит, 0,5 метра, слишком высоко. Ты что, смеешься? Миссия выполнена. Доберитесь до машины, на которой вы сбежите. А где такая машина? Любая, что ли? Нет, вот она стоит, меня ждет. Блин, я, оказывается, такой монстр. Все, бегу в машину, которая поможет мне отсюда сбежать. Есть! Я так полагаю, что миссия выполнена. И миссия 1 выполнена. Цель. Получена статистика миссии. 4 минуты 56 секунд. Ну, пока я немножко не освоился. Но прошло немножко времени. Но мы-то видели, что на самом деле выполнено все так, как нужно. Ага, ага. Да-да-да-да-да. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Будильник. Выключить не могу, разбить только. Окей, в этой игре все решается исключительно так. Мне сообщение, правильно? Я так понимаю? Локация, ваша позиция, компьютер, телевидение. Телевизор? Моя позиция. Так. Моя семья владеет компанией по сносу. Это и есть моя база. То есть я живу вот здесь, на базе своей компании. Через компьютерный терминал я могу получать задания. Могу получать... Так, слушайте, все равно чувствительность слишком большая. На мышке понизил ДПА, чтобы хоть как-то ее снизить. Потому что того, что я полностью убрал чувствительность в меню, было недостаточно. Где мой компьютер? Я хочу еще одну миссию. О, телевизор могу посмотреть. А ну-ка, здорово. Что показывают? Выключен? Не, хочу посмотреть. Лихимикал Марина Мув. Я понял. Лихимикал переезжает из бухты или что они хотят? Я, ребята, не понял. Хорошо. Трейси, расследование. Ох, какое утро. Нужно было брать эту работу. Я знала, что что-то не так. А, не нужно было брать эту работу. Я знала, что что-то не так. Это здание было культурным наследием. Было под защитой. И теперь оно часть криминального расследования. Мисс Тердиман в полицейском участке только что отправила мне это фото. Твою мать. Это же фото моей машины, на которой я сваливал. Они поймали тебя на камере дорожного движения, когда ты ехал, в общем, в сторону торгового центра или в сторону нашей базы. Все, что нам сейчас в последнюю очередь нужно, это чертовое расследование. Я пыталась их уговорить, короче говоря. Но они дело не бросили. Но, может быть, у нее получится с ними договориться. Я не знаю, что она хочет. Но сделай, чтобы она не просила. Она тебе отправила сообщение. Она, в общем, хочет попросить кого-то, чтобы дело замяли. И нужно сейчас будет выполнять, видимо, ее дела. Понимаешь, да? Это вчерашнее наше сообщение. Газовый счетчик. Так, Париса. Ей нужна услуга наша. Так. Итак, чтобы ты знал, я обычно этого не делаю. Но я тут застрял над одним делом. Так что должна использовать любые средства. Я расследую Лоуренс Ли-младшего долги. В общем, налоговую. Он скрывается от налогов на протяжении нескольких месяцев. Но у него так много друзей в этом городе, что я не могу получить ордер на обыск. Так как насчет того, чтобы ты использовал свои навыки, чтобы одолжить у него, так сказать, компьютеры в Ли-хемикал. Чтобы я могла получить доступ к записям и отсортировать эту всю херню и разобраться с ней. Если ты это для меня сделаешь, я позабочусь, чтобы это маленькое дело с разрушенным доном было закрыто. Хорошо, это наша миссия. Ли-хемикалс. Компьютер. Нам нужно туда поехать. Париса хочет, чтобы я пробрался туда. Взял три компьютера. И пригнал их ей. Вроде бы звучит несложно. Но что остается делать? Она не то, чтобы просит нас об услуге. Она нам угрожает. Ли-хемикалс. А я уже приехал. А что вы мне не даете по городу просто поездить? Эскейп. Еще рано эскейп. Нет, ладно, я эскейп пока не буду. Так, мне нужно выполнить все задания, прежде чем я смогу отсюда эскейпнуть. Офис. Вижу. Офис в бухте. И фабрика. Моя позиция. Машина для угона. Итак, Париса хочет, чтобы я получил доступ к записям. Возьми три компьютера. Здесь есть защита. Это пожарная охрана. Так что, если я разведу слишком большой пожар, сработает сигнализация. Мне нельзя разводить пожар. Здесь первый компьютер. Здорово. Что вы здесь? Не понаставились тем? Вы не видите, что я иду за компьютером? Аккуратненько, как мышка. Зашел, забрал компьютер и пошел дальше. Ничего, нормально. Здесь я могу пройти? Эй, а такие стены не могу пробить. Может быть, у меня будет впоследствии какой-то инструмент посильней. И я смогу это делать? Пока что не могу. Водичка. Водичка смотрится красиво. А вы не хотите мне подсказать, где мне еще одно здание найти? А я уже вижу. Можешь ничего не говорить? Короче говоря, прямо здесь справа домик стоит. Там еще один компьютер. Здесь пройду. Чё, это тоже здание. Меня прям тянет в него. Сохраняйся. Нужно нажать Escape и выбрать быстрое сохранение. А ну-ка, серьезно? Quick Save. Замечательно. Прогресс сохранен. Смотрите, здесь дополнительная стена. Наверное, здесь закрыта. А как же мне пробраться туда? Да, мне прям в этот дом надо. Ты прикинь? Я, наверное, могу залезть через окно. Я через эту стену не могу пробиться. И здесь трещина тоже мне не помогает. Может быть, я могу въехать на машине? О! Это я могу. Здорово. Извините, я тут вам немножко насорил. Намусорил. Но сделал же все равно красиво. Где компьютер? Ценность? Я могу тупо тырить даже ценности здесь. Почему здесь никого нет? Вы мне объясните вот это вот. А я, по-моему, вижу компьютер. Здорово, братан. Отлично. И мне нужен еще один компьютер. И я смогу валить. Но я, может быть, еще смогу что-то стырить? Да, наличку за это получаю. От этой стороны тоже выйти не могу. Я пошел во все тяжкие, как ты можешь понимать. Покажи мне еще одно здание. Я понял, я понял. Я понял, где оно. Я пешочком прогуляюсь. Тут, благо, недалеко. Подставлю себе. Ота! Оп! Я проник! Я на месте! Я хоть в правильном здании, в правильном. Это что? Это тоже какая-то ценность. Короче, можно все тылить. Это очень взрывоопасно. Если это сейчас взорвется, то будет пожар. Это же плохо. Компьютер, как я понимаю, наверху. Нужно подумать, как туда залезть. Это не бьется. Хо-хо-хо. Так-так-так. Вот и начинаются загадочки потихонечку в нашей игре. Вот так вот подставил. Тихо-тихо, спокойно. Не могу так высоко прыгать. Не могу, не могу. Это плохо. Опа, 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 опа. Опа. Нормально! Ой, почти. Было же хорошо. Было же хорошо. Я подозреваю, что эту машинку надо как-то краник поднять там, наверное. Но я и так справился. Есть, я наверху. Миссия выполнена. Вернитесь на машину, на которой нужно отсюда свалить. Кто ломится, когда можно открыть? Вот дуралей. Что-то ценное остырил. Тихо, кто тут шастает? Все нормально. Всем здорова. Я здесь похозяйничал. Немножечко совсем. Прошу прощения. Я вот здесь немножечко протиснусь. Аккуратненько. Немножечко мне помешаю. Замечательно. Все. Хорошо. Так и хотел. Так и было задумано. И еще одна миссия. Нужно посмотреть напоследок. Я практически ничего не разрушил. Честно говоря, мне даже немного обидно. Ну, хотя бы так. А то скажут, приходил здесь в игре, в которой можно все рушить. Ни хрена нам не разрушил. Мы зачем это все создавали? Тихо, 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 тихо. Хочу скушать машинку. А, это не машинка. Это мусорный бак стоит. Ладно, хорошо. Немножко поиграли, все хватит. Думаю, можно пора отсюда и уходить. Миссия выполнена. Вернитесь на базу. Статистика. 8 минут. Ну, 8 минут. Я ж дурачился. Это же не на скорость. Зачем? Зачем? Куда здесь спешить? Можно же не спеша выполнить миссию. Повеселиться. А прям на скорость дурачиться. Да, ну, кому это нужно? О чем-то говорить. Итак, Бог любит троицу. Третью миссию. Миссицу. Миссицу. Новости срочные. Кто-то вломился в Ли Кемикалс. Он повредил собственность. Ему удалось сбежать с электронным снаряжением. Власти расследуют. А Лоуренс Ли говорит, что они улучшат систему безопасности. И больше никто не сможет к ним вломиться. А это и все новости на сегодня. Замечательно. Давайте тогда еще одну миссию. Что мне хотят сказать? Сообщение. Париса мне написала. Твою мать, ты че? В общем, какая-то херня говорит, что он недавно работал с клиентом. Единственная зацепка ведет к клиенту BT, но нет больше никаких деталей. Так что мне нужно еще попросить тебя об одной услуге. Возвращайся в Ли Кемикалс. И узнай логин для их девайсов. Я смогу тебе направить файлы логов. И расписание, когда они работают. Ты сможешь понять, как они передвигаются. И что значит BT. Я слышал, они установили новую систему безопасности. Будь осторожен. Ну, это обязательная миссия. Мне нельзя пропустить. Я возвращаюсь в Ли Кемикалс. Собственно говоря. И буду там пытаться обойти их новейшую систему защиты и безопасности. Здорово всем снова. Так сказать. У вас на логотипе шляпка от презерватива. Итак, включаем карту. Здесь объекты. Здесь, в общем, есть подключенные коробки. Если вы сломаете эти коробки или провода, сработает сигнализация. Соберите три логина для компьютеров, для Парисы. Парисы это имя девчуля, которая нам дала задание. Они защищены системой сигнализации. Служба безопасности приедет через 60 секунд после того, как сигнализация сработает. Так что планируй все наперед. Я понял. То есть мне нужно поочередно. Предположим. Вот отсюда начал. Побежал вот сюда и прибежал сюда. Хорошо. Я понял. Здесь не откроется? Откроется. А вот здесь не откроется. В общем, мне нужно проделать тогда здесь путь отхода. Дыру в стене. Эй, не проделается, да? Как мне внутрь-то попасть? Это убежать только на этой машине я могу. Сложность уже началась с того, что они закрыли ворота. А что, я не могу в воду, да? Плод и лодка есть. А ну-ка. Могу, смотрите, в воду. Могу плавать, оказывается. Ух ты, даже под водой могу. Ничего себе. Я не видим, и вот что плохо. Но может быть разработчики в новой версии добавят. Это всего лишь бета. Была демо, где мы смотрели просто на производительность. А сейчас уже демо, где мы можем полноценно выполнять миссии. И надо сказать, что это весьма, весьма интересно. Итак, моя невидимая сущность распрянет на территорию. Блин, еще и сломалась по пути лодочка. Ну да ладно, не беда. Хорошо, здесь есть первые задания. Где-то здесь, по-моему, проходил тест производительности. Это было... Да блин, эту мышку так рвет туда-сюда. Хотя я уже чувствительность убрал максимально. Но все равно чувствительность сумасшедшая просто. Ага, я понял, здесь нельзя. Все, эти стены непробиваемые. У меня же в это здание. Да, вот сюда вот. Я даже дверку здесь нашел. Главная цель. Если, получается, я сейчас его сорву с работы сигнализации, через 60 секунд все приедут. Используйте быстрое сохранение, прежде чем сработает сигнализация. Иначе вам начнется все сначала. Хорошо, замечательно. Я не буду срывать его, потому что я побегу и меня сейчас поймают. Но главное, что я сохранился. Так. Здесь можно залезть где-то наверх, я так понимаю. Не могу здесь прорубить. Хотя было бы неплохо. А, могу. Ой, упал куда-то. Да что ж ты будешь делать? Извините. Прошу прощения. Я не хотел. Кто пытался этим сказать, я так и не понял. Так, так. Вот здесь, мне кажется, есть какой-то проходец. Сейчас мы посмотрим еще. Нормально. То есть, то, что я срываю сигнализацию, она срывает. А то, что я в дома въезжаю тачками, никому, собственно говоря, нет и дела никакого. Еще одна. Так, и в какой последовательности мне это сделать, надо решиться. Оно металлическое. Пробило там что-то? Нет, дыру не пробило. Я думал, может, она пробьет дыру. Ой-ой-ой-ой, тихо. Где третья? Вот третья вон там. Где третья? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выпрыгнул здесь... Эй! Мышка, хватит дергаться так... Прибежал сюда... Побежал вот сюда... Но в соседнем здании мне туда не перелезть... Как же мне воспользоваться этой вентиляцией? Продолжение следует... Продолжение следует... Делаем сократ из одного здания в другое... Так, предположим... Сократ налажен... Здесь я пробегаю... Значит, по доске выпрыгаю... Забегаю сюда в это здание... Выбегаю из него... Вот прямо здесь падаю на пол... Здесь пол хоть остался? Остался немножко пол... Я пройду... Выбегаю... И мне теперь нужно... По воде... А ну-ка, ты хочешь поплавать? Нет, все, ты застрял... Это плохо... По воде я не перепрыгну... Нужно будет потом бежать здесь... Все за 60 секунд, да? Здесь дыра в стене... Здесь наверх... Наверх... Хорошо, давайте попробуем успеть... В принципе... В принципе... Я, наверное, понял... Идем в первый офис... Ага... Итак... Итак... Вот сюда прохожу... Выбрыгаю в окошко... И бегу... И все за 60 секунд... Но сначала нужно... Сохранить... Потому что предупреждали... Короче говоря, побежал... 55... Ой, слушай, так быстро... Горит время... 50 секунд... Ёлки-палки... Ёлки-палки... Нормально... Пока, наверное, успеваю... Ой, не в ту сторону... Ёлки-палки... Ёлки-палки... Главное, не нервничать... 30 секунд всего лишь... 30 секунд... Чувак... Я, по-моему, явно не успеваю... 27... 26... 24... А мне за 30 секунд... Просто предключители... Сбежать... Вот в чем вопрос... Мне сбежать... Ничего себе... 10 секунд осталось... И как... Моя... Нужно было... Прям на машине сбежать... Ничего себе... О, хорошо... Значит, путь отхода к машине... Я не продумал... Ничего страшного... Не переживай, братан... Не переживай... Сейчас все будет... Побежали... Побежали... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо... Действуем идеально... 30 секунд... Более чем достаточно... 27... 26... Все в порядке... Все в порядке, братан... Я успеваю... Я успеваю... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... одна секунда это мне показывают мой путь как я проходил да ну тут конечно нужно планировать получше вот-вот беготнян это лестница туда-сюда я бегал ударился в стену лужа это так прикольно жаль крутить не могу смотреть там а еще как бы мне не очень нравится что здесь нет самого персонажа то есть я невидимая сущность какая-то ну вот этот не очень красиво в конце прыгнул в воду надо было конечно подготовить напрямую где-то проломить забор я тогда сэкономил время а тут прямо в воду пришлось бежать мокрому вот это вот ночью но главное успел слушай это безумие какое-то но это очень прикольно очень весело мне прям нравится здесь тебе тоже нравится не забудь ставить лайк этому видео делись как у тебя получится проходить а я получил новое достижение новую ранку меня и новую получил лоу торс это огни огнемет елки-палки прикол огнеметом могу жечь теперь а что может прожечь огнемет может металл прожечь потому что вот мне например ой извините очень металл там мешает во многих местах вот эти стены то что они не везде пробиваются ладно 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 предположим так что от меня хочешь трейси они отключили газ не i can't even make it проб я даже кофе не могу себе больше заварить нам действительно нужно больше клиентов я поговорю с гордоном и посмотрю может быть у него что то есть я из полиции ничего не слышала думаешь все мы уладили видимо мы уладили это дело с полицейскими гордон в ум не пишет спасибо мне что ухты какая лодочка это новая миссия спасибо что помог мне с этим зданием полиция вынюхала тут вокруг в округе немножко но похоже все улеглось все хорошо теперь мы можем начать стройку несмотря на то что это было к это историческое достояние ничего они там будут строить нормально это россия но я хотели не важно вообще думали для тебя есть другая работа смотри я купил эту яхту совсем недавно но она слишком большая для бухты и в общем власть говорит что нету места нету для нее места в доке ты мог бы использовать свои навыки разрушений снова чтобы убрать one of the time share cabins одну в общем один из домиков для отдыха там есть домик для отдыха где-то в этой бухте если я правильно понял его нужно убрать если документация если оригинальная документация исчезнет тогда такое ощущение что этого домика там никогда и не было то есть украсть документы и срубить домик и я за это получу бабло короче говоря могу сохраниться а только quicksave есть да так 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 как мне закрыть я не могу выйти тупо из компьютера до tools это мои в общем то что у меня есть при себе огнемет он прорезает сквозь металл дерево и пластик иногда из-за него может все загореться к чертовой бабушке правда говоря ну прикольно слушайте игра в высшей степени пока что увлекательная думаю продолжим выполнение миссии если тебе понравилось тогда не забывай оставлять свои комментарии ставить лайки я буду понимать что такие видео тебе интересны будем вместе проходить выдумывать разные способы я думаю впереди там очень много всего крутого меня зовут энди мун спасибо что смотрел это видео увидимся в новых видео пока